Реальные экономические показатели августа значительно превысили ожидания аналитиков. Такие данные опубликовало Национальное бюро статистики Китая. С января по август инвестиционные активы в КНР увеличились более чем на 8%. Цифра сопоставима с прошлогодней, но это выше прогнозов. В докладе Национального бюро статистики Китая сказано, что объем промышленного производства в августе вырос на 6,3% по сравнению с прошлогодними показателями. Инвестиции в основной капитал и промышленное производство в прошлом месяце также значительно выросли, что указывает на улучшение ситуации в китайской экономике. Инвестиции в строительство жилого сектора увеличились на 4,8% в годовом исчислении. Между тем, специалисты бюро статистики указывают, что объем инвестиций в развитие инфраструктуры является одним из главных драйверов роста. Политика стабильного роста заключается не просто в экономическом росте за счет увеличения инвестиций. Много инвестиций было вложено и в слабые сферы. Хорошо выросли инвестиции в инфраструктуру, сельское хозяйство, экологические проекты и науку. Структурная модернизация внутри страны вступает в ключевой этап. Несмотря на то, что экономика поднялась, компании по-прежнему сталкиваются с огромным давлением и большой региональной дифференциацией. Свежие данные по инвестициям в недвижимость показывают, что рынок по-прежнему растет и все увереннее восстанавливается. За период с января по август инвестиции увеличились почти на 5,5%, на сумму почти 6,5 триллионов юаней. Есть важные изменения и в спросе на жилье. Продажи стремительно растут. За первое полугодие рост составил 25,5%. Мы видим явный прогресс в ликвидации ранее нераспроданного жилья. Особенно подтвердилась эта тенденция в августе, когда было ликвидировано большое количество ранее невостребованных площадей. Вместе с этим города первого уровня, типа Пекина, могут ожидать умеренного роста цен на недвижимость. При этом покупательский спрос приводит к разнице цен на квартиры в центре города и окраинах, в районах рядом с парками и без них, и так далее. Еще одна тенденция – вырос спрос на землю рядом с крупными мегаполисами. Аналитики ожидают, что рынок недвижимости в Китае не сможет избежать очередного перегрева. Татьяна Климова, СССР.